добрый день дорогие друзья с вами ведущая я мария карпинская совсем маленькой студии студии нового планетарного телевидения и сегодня мы тут вот посидели хорошо и у нас в гостях сегодня из сарова приехала лариса иванова и она приехала еще давно мы встречались у нее программа называется саровский ключ вот и сейчас в течение 8 там 9 минут лариса расскажет как сдвинулась сколько лет программе 30 30 лет как за 30 лет программа двинулась из сарова дальше но это как уже серафим саровский должен встать и пойти на москву не так ключ такой как да я я бы согласилась тобой в этом образе которые вот сейчас ты подаешь серафим саровский встал понес такой большой на москву ключ да а ведь от нового мира в этом есть такая тайная правда ибо город саров я в него после студенческой скамьи приехала для меня это было явление под названием москва центр 300 а то есть для тебя саров был москвой москвой и закончив театральное училище я выбираю музыкально-драматический театр в москве центр 300 приезжаю на самом деле это в сегодняшнем времени а тогда это было арзамас 75 арзамас 16 много кличек лариса подожди у нас очень мало времени да и поэтому мы должны раскрыть людям этот саровский ключ с твоей помощью открой пожалуйста вот 30 лет прошло как эта программа твоя живет и она это проиграл это проект проект который живет здравствует и как-то наверное шагает же по земле вот и раскрою на сегодняшний день состояние этой программы какие видишь перспективы понятно что она распространяется в таком виртуальном пространстве в космосе во вселенной но я верю в итоге я верю в это потому что ну я уже подсказываю я тут сидела вот смотри мы сидели и было темно вдруг мы решили провести передачу и вдруг откуда-то появился неожиданно свет как будто я думаю утро или вечер сейчас кажется пол шестого а ощущение что утро поэтому но вот есть как раз мы говорим сейчас опять об образе того явления которое за ты но в проекте саровский ключ небо он имеет под шифр это интегрированный способ воспитания образа личности средствами массовой информации вот как ты считаешь почему средства массовой информации включены сюда но куда деваться это эфир сегодняшнее средство массовой информации это интернет эфир а маг нам не хватало этого пятого элемента правильно пятый элемент поэтому средства массовой информации которые уникальны своей фокусировкой фокусом мы берем как раз ту камеру которая как божий глаз может рассмотреть разглядеть не только человека лицо его или так сказать все и тело и так далее но тот дух который затаен в этом человеке и который вокруг него действительно может светить той аурой которые божественна я правильно понимаю что ты через средства массовой информации с помощью своего проекта саровский ключ хочешь вскрывать людей вот так прямо вскрывать и оттуда божественное вытаскивать поэтому тот опыт который которым меня одарил саров уже нынешний так будем говорить опыт работы на телевидении и радио потому что это была такая большая работа и была работа в живом эфире и нужно было за девятнадцать лет моего вот этого живого эфирного труда настолько проникновенно отнестись к тому как пространство может слышать видеть дышать может действительно человеку помогать становиться человеком вот это уникально это интересно это все еще и в прописях было есть потому что необходимо человеку переписать свое называется по сути сознание потому что для этого важна нужна азбука который меня одаряли одаривали это мудрые дети сарова это был 95 год когда я пришла в школу искусств на театральное отделение мы занимались природой голосоведение речью и так далее и дети дети сейчас скажу уже 21 века это те самые дети индиго дети света можно я как бы вмешаюсь да да это даже нужно девяносто первый год это вообще прошлый век или прошлое тысячелетия даже сейчас новое и даже телевидение в то время было другим потому что все что сейчас цифровое и эфирное ведь тогда не было такое понятие эфирное телевидение кабельное там еще какой-то а сейчас сейчас все поменялось и поэтому передача информации происходит уже не просто с помощью троп как на телевизоре она переходит происходит как-то уже на каких-то там других уровнях квантовых кварковых и так далее других в другом уже измерения в другом во всех измерениях в подборе да в подборе вот что за это время как мы не виделись что ты успела вот так вот сделать обдумать или что-то такое сделать передать я начала говорить о детях которые способны были дети 81 85-го годов рождения вот у меня были 13 человек вот прямо сейчас да нет это были но и девяносто пятом им было по 10 11 лет но какие чудеса эти дети слышали что они творили потому что мы искали образы наши родовые наших прапрапрадедов наших прапраотцов и поэтому ключевыми словами и образами для нас были дом семья очаг родина а вы сами знаете как к этому подбирать а сейчас где эти дети сейчас сейчас нет но сейчас эти дети уже сами родители и у них у них дети но что они сделали написали почему нужно облаками почему мы неким реанимационным реставрационным назывались телевидением потому что эти дети несли память которую воплощали через слово и поэтому пример это уже как страницы той азбуки которую мы создавали хорошо это живая азбука развития она на все времена наперед понятно она была создана да это создает подожди это прошлое вот а сегодня вот сейчас вот эти годы ну вот восемнадцатый семнадцатый шестнадцатый годы что было вот сделано это это встреча с теми людьми которых говорим бог называет званных много на этой земле а избранных по пальцам перечесть мы сегодня собираемся этими избранными этими встречами и пример тех детей которые открывали нам вот эту родовую духовную память это сейчас магнитит это сейчас воспламена воспламеняет тех единиц людские единицы которые неравнодушны которые не успокоены и которые ищут возврат той нашей родины и той России которая для каждого из нас бесконечно дорога я правильно понимаю что вот то что ты говоришь это нужно как бы сейчас прошлое шагнуть назад нет а я как раз они нет дети писали очень далеко опережая нас далеко опережая поэтому писали они как старцы вот я вам сейчас приведу такой пример который на все времена слово благодарение вот что такое в десять лет ребенка попросить напиши пожалуйста создай вот этот образ опиши что такое благодарение и когда десятилетний человек прописывает без подсказок будь рад дарить радость ибо благо делают и тебе разумеешь что ты дал благо посмотрите я к иерархам иду и спрашиваю кто написал написал 10-летний ребенок иерарх церковный говорит это старец значит те дети 90-х годов они уже в мир вносили ту самую память вот эту клеточку днк духовной нравственной культуры через запятую не через черточку духовная нравственная культура которая озвучивалась которая оглашалась которая показывала нам пример и была живым наглядным пособлением которое сегодня нам действительно нужно подхватить как знамя и открыть свои голоса потому что безголосые люди россии голос дан как чудо которым можно действительно реанимировать действительно реставрировать наше народонаселение и вернуть нам вот ту самую память которая была затейна в том божественном слове в той нашей культуре устного народного творчества наших сказок потешек пословиц поговорок а живьем сегодняшние дети этого не слышат не знают поэтому маленькими дозами вот через видео вот этот фокус вот это обережно подавая букву за буквой слово за слово для того чтобы вернулась встрепенулась в наших сердцах чудо которое называется любовь это очень хорошая мысль то есть вот на мысленном уровне в сегодняшнем времени это очень хороший посыл посыл в будущее потому что на самом деле нам есть что взять в прошлом и нам есть с чем шагать в будущее да мало того мы с надеждой в будущее свет несем да берем там все лучшее отовсюду отовсюду и дети и взрослые что было забываем все плохое и шагаем вперед я правильно безусловно подвела безусловно ну вот это и есть суть твоего саровского ключа да да поэтому это звукодвижение это голосонаправление это действительно исправление того пространства которое сегодня информационно заформатировано зашито забито и есть прорыв есть вот тот опыт этого прорыва когда тело может зазвучать наши мощи наши кости все есть там и мы будем действительно исполнять ту самую волю которая прописана и которая затаена в пророчествах что воскрешение измена а серафим саровский говорил стяжи дух мирина вокруг спасутся тысячи так что вот это стяжание вот это обретение вот эта наработка духа миренного она сегодня и становится во главу угла чудом которое воистину поднимает наши вот эти вот мощи наши кости которые могут вибрировать резонировать резонировать и соединяться вот с той волной вселенной которая так желает нам сегодня в нашей России добра тепла и материнского еще одна секунда все говорят что серафим саровский должен восстать как ты думаешь это случится не восстать а воскреснуть ну или воскреснуть я считаю что вот то что мы сегодня через его дар через его методологию поста молитвы покаяния открываем бдение вот эту бдительность вот через вот такой опыт мы не потому что привязаны вот к тому что я вот эту методологию исполняю я просто образы одухотворяю и понимаю что пост это мы сегодня воины на этом посту да молитвы это перемол того что действительно бедами ну это да понятно и мы приходим к самим себе не ну все таки ответ такой прямой вопрос это и есть саровский ключ нет а воскрешение вот самого серафима или там нет ну это да или нет он воскресает в том своем посыле которое для нас жизнь живое и вечное то есть сам он вот не появится не скажет здравствуйте ребята я серафима нет ну что вы ребята все нет да спасибо да 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 спасибо я все поняла спасибо с вами была Мария Карпинская ставьте лайки распространяйте видео про саровский ключ с вами была Лариса Иванова из города Сарова с программой саровский ключ я люблю что меня дети называют в Сарове ларусь ласковая Русь Ларису перья шили перековали и вот такой посыл я вам дарю как действительно свет ключи всего всего доброго до свидания